К пожару всегда готовы. Достойный внимания опыт противостояния огнём без отрыва от производства накоплен на предприятии «Сайвер». Завод производит продукцию, относящуюся к числу легковоспламеняющихся веществ. Поэтому создание здесь команды спецреагирования добровольной пожарной дружины было вполне логично. История этого предприятия началась 90 лет назад, с производства древесного угля из Кипидара. Со временем масштабы производства увеличились. Сейчас предприятие выпускает лаки, краски и другие материалы, которые пользуются спросом даже за пределами России. Пожарная безопасность для нас – это важная структура, прежде всего из-за того, что мы имеем склад легковоспламеняющихся жидкостей, в котором достаточный объём огнеопасных или легко возгораемых материалов. Кроме того, производство наша к третьей категории класса опасности относится. Доступление в силу федерального закона о добровольной пожарной дружине при заводе уже действовала команда быстрого реагирования. Теперь они часть пожарной охраны республики. Особенных льгот для них нет – это добровольное служение. Тем не менее, все получают 13-ю зарплату и дополнительные дни к отпуску. Сейчас в бригаде 6 человек, и 25 входят в команду дополнительного звена. Несмотря на добровольный статус, дружинники регулярно проходят аттестацию и тренировки. Не только люди, но и техников постоянной боевой готовности. Огнеборцы обслуживают собственные цеха и в особо экстренных ситуациях выезжают в ближайшие населённые пункты. Из особо массовых выездов – 2010 год, когда в республике бушевали лесные пожары. Мы выезжали на тушение леса, возле железнодорожных путей горело. Мы выезжали, экипировались по тревоге. На заводе один раз было, да, у нас возгорание на 27-м. Ну, как его, была опасность взрыва. Мы там почти целый день стояли, тушили. К сожалению, мы не всегда имеем возможность выезда в связи с режимом работы первого цеха, о котором мы говорили, да, повышенный температурный режим и всё остальное. Но при первой возможности, естественно, скажем, из поступивших вызовов на 90-95% в близлежащих населённых пунктах при пожаротушении мы принимаем участие. Независимо от времени суток, праздников и всего остального. Пожарная команда полностью экипирована боевой одеждой. Есть автоцистерна, мотопомпа и многое другое. Причём содержание пожарной дружины получается делом добровольным для завода и, мягко говоря, недешёвым. Ведь помимо затрат на дружину, предприятие по регламенту обеспечивает спецсредствами все цеха предприятия. Лет 15, наверное, как завод имеет и менял несколько раз автомашины пожарные, естественно, за собственные средства. Есть своё пожарное депо, которое раньше размещалось в центре предприятия, сейчас оно выведено около проходной. Подобно и Сайверской, дружины есть практически на всех заводах республики. К примеру, команда на заводе ММЗ, которая тоже существует уже давно. До 1 сентября 2012 года в республике должны действовать 142 подразделения добровольной пожарной охраны. В итоге прикрытие территории республики силами пожарной охраны составит около 98%. Но расслабляться не стоит. Личную бдительность и аккуратность при обращении с огнём ещё никто не отменял.